И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня будет обзор World of the Abyss. А перед этим переходите по ссылочке в описании в мой телеграм-канал, в соцсети Vota, там много интересного, сможете задать любые вопросы, также будет ссылочка на конкурс. И конечно на телеграм-чат Near Games, где все о играх на Near, а также много всяких активностей, например, сегодня играем в покер, где есть призовой фонд, а вход бесплатный. World of the Abyss, или вкратце Vota, это крутая, хардкорная, мобильная, MMORPG, без автобоев и с веб-3 механиками на Near Protocol. Near, если что, это очень быстрый и дешевый блокчейн, также у меня есть много видео о Near, в плейлисте Near, там можете узнать о нем поподробнее. Такс, Vota это фантастическая, средневековая, многоуровневая, бездна с магией и монстрами, где и происходит действие игры. Идея мира была навеяна известным аниме «Рождение в бездне». Теперь история создания проекта. Команда игры начала разрабатывать Vota около трех лет назад, как классическую мобильную игру, но со временем поняла большой потенциал блокчейн-технологий и геймфай. Поэтому было принято внедрить в игру веб-3 механики и углубиться в эту область. Игру можно скачать на App Store, Play Market и есть специальные ПК-версии для комьюнити. На данный момент на этапе альфа-тестирования есть один обучающий уровень и один полноценный игровой уровень при Abyss Island. Команда проекта будет постоянно добавлять уровни по мере прогресса игроков и возможностей команды разработки. Механика Vota больше похожа на классическое MMORPG с режимами PvP и PvE. Помимо исследования мира и сражений с другими игроками, вы можете вступать и создавать кланы, завоевывать локации и убивать боссов в группе. Также в игре будут замки, подземелья, клановые войны, боссы и еще много интересных механик и возможностей. В том числе в веб-3 возможности Play to Earn, владение предметами в NFT, ну и прочее. Команда игры делает Vota для огромного количества игроков, играющих одновременно. Например, идет внедрение технологии, позволяющей одновременно иметь более 600 живых игроков в одном месте. PvP-сражения можно проводить в любое время, в любом месте, в любом режиме реального времени. Чтобы начать играть, не нужно покупать никакие NFT и платить за игру и так далее. Основа игры полностью free-to-play и вы можете стать топовым игроком и зарабатывать вообще без каких-либо вложений. Планируется глобальный лаунч в декабре 2022 года. Также есть комьюнити постоянных игроков, которые активно играют, тестируют и репортят баги и пожелания. Спросите, какой смысл игрокам играть и качаться уже сейчас? Мы не будем вайпить игру на глобал лаунче, так что весь прогресс, который достигнут игроки сейчас, сохранится и они уже будут иметь преимущество перед новыми игроками и в смысле Pay to Earn и так далее. А теперь давайте чуть-чуть поподробнее про PvP. Игра ориентирована на качественную механику PvP. Игроки могут участвовать в PvP-битвах в реальном времени, в любое время и в любом месте. Прямо на многоуровневой карте в любом месте. Также, чтобы побудить игроков взаимодействовать друг с другом, добавлены награды за убийство. Теперь, если вы убьете кого-то, в честном бою вы получите опыт и золото. А также шанс получить его собственные предметы. Предметы могут быть любыми. От вражеского супероружия до каких-то камней, которые нужны исключительно для крафта. А если вы гиперактивны и долго остаетесь в живых, получайте супернаграды. От кристаллов до зелий для восстановления удачи или даже купона на крутые вещи. Но не забывайте, вы должны делать все по-честному, иначе вы получите статус плейкиллер. И шансы на выпадение вашего сокровища значительно возрастут. А если вы продолжите убивать, в конечном итоге ваш шанс выпадения достигает 100%. А значит, вы потеряете все после смерти. Поэтому практически все будут гоняться за вами. Чтобы убить вас и собрать все ваши выпавшие вещи. Так что вам нужно придерживаться правил честной игры, чтобы не сделать себя хуже. Теперь про NFT. Первая веб-три механика, которую разработчики внедрили в игру, это NFT-сундуки. Будет 5 типов очень ценных сундуков NFT в лутбоксе. Купив сундук NFT на предпродаже, вы получите NIR NFT токен, представляющий конкретный сундук. Любой сундук можно открыть в игре в день глобального запуска, или перепродать в любое время на Paras Marketplace. Сейчас или внутри игрового P2P NFT-маркета позже. Каждый NFT-сундук содержит один случайный, легендарный, эпический, уникальный или редкий NFT-предмет разных классов. Например, оружие, доспехи, украшения и так далее. NFT-шмот – это уникальные предметы с особыми характеристиками, которые не выпадают при смерти игрока. NFT-предметы являются собственностью игроков, и вне игры хранятся в блокчейне NIR. Так, теперь посмотрим на сайт. Сверху на сайте мы можем перейти на соцсети игры, скачать игру, также ниже написано про NFT и так далее. Есть дорожная карта, советую прочитать ее. Там много интересного. Также нужно понимать, что игра еще в бета-тесте, но уже добавлено много вещей. Добавлены подземелья, интеграция с NIR, добавлены предметы NFT, обновлены характеристики оружия и брони, добавлено 7 новых мобов и 3 новых боссов и многое другое. Теперь итоги. Игра интересная, если она вам тоже понравилась, то переходите по ссылочке в описании, скачивайте игру, заходите в соцсети, спрашивайте вопросы в комментариях, я постараюсь ответить. Также напоминаю про конкурс и все остальное по ссылочке в описании, мой телеграм-канал, ну и ссылка на игру, конечно, тоже будет. Всем спасибо за просмотр и буду благодарен за конструктивную критику в комментариях.